28 октября празднуется день работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. О том, как обстоят дела с городским транспортом, а также о перспективах, мы решили узнать у заместителя главы администрации по строительству, транспорту и связям по Каменнам Владимиром Михайловичем. Сложно сказать, как оценку дать, положительную или отрицательную. Если бы он подчинялся Риутовской администрации транспорта, мы бы могли бы как-то влиять на движение того же транспорта, на интервал и на время прибытия и убытия автобуса. Так как он в парках, естественно, все это на письмах, на звонках бывает сбои у нас. Ну, вроде контакт у нас хороший с дирекцией парка. Они реагируют на наши письма. Это лайны маршрутной такси. Здесь мы проводим, подбираем, вернее, на конкурсной основе фирмы, которые у нас устраивают, которые не устраивают. Здесь мы можем револировать. Если, допустим, маршрутное такси работает плохо, есть жалобы, то мы можем от этой организации отказаться и подобрать сейчас период рыночной экономики, можно подобрать другую организацию, которая будет более, значит, работать лучше и стабильно. Вот на это мы можем влиять. Также Владимир Михайлович прокомментировал ситуацию относительно ремонта Риутовских дорог. Всего в этом году отремонтировано 96,5 тысяч квадратных метров дорог на общую сумму 21 миллион рублей. Эти работы выполняла организация Мосавтодор, которую возглавляет генеральный директор Косинков Игорь Иванович. Значит, отремонтированы дороги транспортная, профсоюзная, заводская, проспект Мира, улица Гагарина, улица Советская. Помимо того, что уже отремонтировано, Владимир Михайлович рассказал и о том, какие планы на будущее. В следующем году планируется отремонтировать улицу Ленина, проезды Больничной и Садовой, улицы Некрасова, Ашхабадскую, Котовского и улицу Октября. Планы, можно сказать, грандиозные, но осуществимые. Все, что выполняется в городе, большую роль играет глава города Ходор Александр Николаевич, который для того, чтобы, вот я сказал, у нас освоено 21 миллион рублей дорог, это надо было, значит, в области план включить эти дороги и выпросить или, значит, выбить, как правильно выразиться, деньги. Это деньги, в общем-то, большие для города, чтобы город, сам бы, город, естественно, не выполнил бы такие задачи без помощи области. Александр Николаевич Ходорев решил все вопросы, и область нам помогла для того, чтобы мы дороги установили в городе Ревод. В заключении нашей беседы Владимир Михайлович от имени главы города Александра Николаевича Ходорева поздравил транспортников с их наступающим профессиональным праздником. Во-первых, пожелать день праздника крепкого здоровья всем сотрудникам, которые связаны с работой автомобильного транспорта, дорожного хозяйства, значит, работникам транспорта безаварийной работы, чтобы не попадали в аварии, значит, ну а работникам дорожного хозяйства, чтобы дороги содержали в порядке, чтобы, естественно, работники автомобильного транспорта из-за плохих дорог не имели неудобств. Поэтому, прежде всего, здоровья, благополучия. Довольно часто органы безопасности в последнее время проводят профилактические акции, целью которых является розыск преступников, изъятие контрабанды, наркотиков, а также выявление правонарушителей. Вот и вчера была успешно проведена акция «Заслон», устроителями которой выступил отдел ГИБДД, а также отделы внутренних дел городов железнодорожных Риотов и Балашиха. Итог прошедшей акции не нуждается в комментарии, но стоит обратить внимание на цифры. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok